Пьявка в носу, гамбургер в космосе и Каталония в Испании. Об этом не только в нашем обзоре. 800 миротворцев из разных стран отправили на карантин в Сьерра-Леоне. Один из солдат умер от Эболы. Об этом сообщили представители вооруженных сил республики. Заявляют, мол, виновен в этом сам, без разрешения покинул военный городок. Миротворцы пробудут на карантине 21 день. Сейчас в Африке находится около 200 украинских миротворцев. Каталония отказалась от референдума. Правительство испанской автономии ищет альтернативный способ отделения. Среди возможных вариантов досрочные региональные выборы. Референдумы независимости планировали на 9 ноября. Однако центральная испанская власть настаивала. Этот вопрос должна решать вся страна. Делом занялся Конституционный суд. И до принятия решения плебисцит вне закона. В носу у британки месяц жила 7-сантиметровая пиявка. 24-летняя Даниэла Ливерани путешествовала по Азии. После возвращения несколько недель страдала от носового кровотечения. Думала, все дело в лопнувшем сосуде. Пока не осознала, что-то извивается в ее ноздре. Паразита извлекли медики при помощи зажимов и пинцета. Пять китайских кур пали жертвами путинского тигра Кузи. Животное, выпущенное на волю российским президентом, напало на курятник в северо-восточном Китае. Свидетелем расправы стал местный фермер. Он вызвал пограничников. Те обнаружили разрушенный курятник, пух, кровь и множество следов тигра вокруг. Путин выпустил Кузю в Амурской области. Но животное в поисках еды перебралось в Китай. Старейшая жительница Миннесоты помолодела ради профиля в Фейсбуке. В преддверии своего 114-летия американка Анна Стояр получила в подарок смартфон. Бабуля быстро освоила новый гаджет и добралась до соцсетей. И тут столкнулась с проблемой. Верхняя возрастная граница для пользователей ресурса 109. Пришлось скинуть себе пару лет. Позже Стояр написала короткое письмо создателю соцсети Марку Сукербергу. Я все еще здесь. Лондонская закусочная накормит внеземные цивилизации. Владельцы одного из фастфудов отправили в космос бургер и картошку фри. Для полета протпайка понадобился воздушный шар, много гелия, GPS, камера и парашют. Главная цель акции – реклама. Дальнейшая судьба продуктов неизвестна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова